На своей земле чужой президент позволяет строить мечеть смех. Это действительно очень интересное высказывание. Получается, если пришел враг, завоевал тебя, но при этом он не мешает тебе строить мечети и молиться, то в принципе все ок, нет никаких проблем. Я тоже встречный вопрос задам. У тебя такое плохое мнение о нас вследствие чего? Ты считаешь, что вокруг нас народы могут, они умные, а мы тупые? Они провели там фейковый референдум, потом провели там фейковые выборы, и потом вот этот фейковый президент, выигравший на фейковых выборах, он подписал с вами этот федеративный договор. Как вы понимаете, это гроша ломаного не стоит, все то, что вы сделали по международному праву. Помимо этого, ты еще на одном собрании, на днях ты сделал еще одно уже более такое религиозное заявление, что вот мол, ты кстати и до этого говорил про этот аят, я тогда просил твой муфтият, чтобы они мне обосновали, да, показали уране этот аят, они не показали. Вот сейчас ты снова повторил, сослался на некий, по-твоему, существующий в Хуране аят о том, что мусульмане обязаны воевать даже за неверующего правителя, который позволяет молиться, стоит мечеть его. Давай послушаем твои слова. Поскольку твой муфтият не может нам показать такой аят в Коране, где Аллах говорил по подобному, Кадыров, ты сам сделай это, пожалуйста, чтобы не просто голословные какие-то были от тебя высказывания. Приведи нам, дай нам вот эту вот суру и аят, где вот так вот, как ты говоришь, Аллах нам велит сражаться даже за неверующего правителя, как ты говоришь, за неверующую страну, только лишь из-за того, что они, как ты говоришь, позволяют молиться и позволяют строить мечеть. На своей земле чужой президент позволяет строить мечеть смех. Это действительно очень интересное высказывание. Получается, если пришел враг, завоевал тебя, но при этом он не мешает тебе строить мечети и молиться, то, в принципе, все ок, нет никаких проблем. То, что он уничтожил 30% твоего населения, разрушил твои города, села, весь твой уклад пытается поменять, свои законы у тебя вел, это так себе вообще не проблема оказывается. Когда татары, монголы разбили аббасидский халифат, это, оказывается, было не проблемой. Можно было просто, главное, с ними договориться, чтобы они позволяли молиться и строить мечети. Никаких вопросов, оказывается, к ним не было. Освобождать свои территории не нужно было. Мне просто интересно, откуда он черпает эту мудрость, так легко апеллируя этими текстами. Неужели Салах, Межиев, Адам, Шахидов, неужели у вас вы настолько присмыкаетесь, вы настолько боитесь, что вы не можете сказать, ты говори, пожалуйста, вот так. Если ты так скажешь, мы не можем, нам нечем как бы крыть, твои слова оправдать нам будет нечем. Неужели вы даже это сказать ему не можете? Неужели любой бред, который он несет, вам нужно его как-то обосновывать с религиозной точки зрения? Но попробуйте вот это обосновать тогда. Где этот аят, где эта сура по ране, о которой говорит Кадрилов? Вот, допустим, Чечня вдруг стала независимой, один оккупант уйдет в Россию, тебе не кажется, что ему на замену придет второй оккупант, например, Гейвропа, и начнут нам навязывать. Вот давай, Ютуб Борс, мы будем решать проблемы по мере их поступления. У нас нет и не было никогда никаких проблем с Европой. Если они у нас будут, тогда мы будем их решать. Сейчас у нас есть проблемы с Россией. Давай сейчас решать те проблемы, которые есть. Не надо пытаться отвлечь внимание наше от реальных проблем. И тем более пытаться вызвать такое чувство, а там все равно дальше нас ждут еще большие проблемы, поэтому давайте смиримся с этими. Нет, давайте вот эти проблемы решим, а если вот они у нас потом возникнут, с Европой, с Америкой, с Китаем, с Индией, вот с кем бы они у нас ни возникали, мы их по мере поступления будем решать. Пока у нас нет никаких с ними проблем. Чтобы управлять страной, нужен интеллектуальный ресурс. Как думаешь, если Чечня отделится от России, то есть ли интеллектуальный ресурс, чтобы управить страной? Этот вопрос, он оскорбителен. Неужели ты это не понимаешь? Ты ставишь вопрос, а ты уверен, что вы не тупые? Примерно вот так вот звучит твой вопрос. Ты уверен, что у вас есть грамотные люди, которые могут управлять? А я тебе встречный вопрос задам. У тебя такое плохое мнение о нас вследствие чего? Ты считаешь, что вокруг нас народы могут, они умные, а мы тупые? Надо думать, прежде чем такие вопросы задавать. Как вы думаете, если сегодня в Ичкерии провели бы честный референдум, какой процент жителей проголосовал бы за независимость? Сегодня невозможно провести референдум. Референдум и так не проводят. Чтобы провести референдум, нужно сначала вывести войска, нужно установить власть. А вот уже после этого, эта власть должна организовать референдум. Народ должен быть свободен в своем выборе. А когда ты находишься под чужой оккупацией, сейчас говорить, а если сейчас провести? Если никакого, если нет, сегодня невозможно провести. Давайте сначала выведем войска. И какое юридическое обоснование будет для требования вывода подразделений армии РФ? Ведь Даюра Ичкерия является субъектной федерацией. Не является. Она как раз таки де-факто является оккупированной территорией. Даюра Чеченской республики Ичкерия является независимым, суверенным государством. Причем оно образовалось, то есть становление этого государства полностью соответствовало действовавшим на тот момент законам Советского Союза и международного права. Там не придрешься. Все сделано очень четко. Поэтому как раз таки де-юра этого нет. Де-факто это оккупированная территория. Россияне могут сказать, что де-факто это субъект федерации. Ну, это будет их интерпретация. Но де-юра никто не может сказать. Де-юра у вас нет обоснования. Де-юра вам хотелось бы, конечно, вы будете ссылаться на фейковый референдум, но это все де-юра не является аргументом, потому что ни в одной стране мира этот референдум не признан. У вас нет какой-то юридической базы, которая подтверждала бы субъектность Чеченской Республики Ичкерия. Нет у вас ни одного суверенного лидера, который бы подписал с вами этот договор о федеративный договор. Нет у вас с вами договор федеративный, фейковый тоже договор, подписал ваш же фейковый президент Чеченской Республики. То есть, вы сначала оккупировали территорию, затем там поставили, провели там фейковый референдум, потом провели там фейковые выборы, и потом вот этот фейковый президент, выигравший на фейковых выборах, он подписал с вами этот федеративный договор. Как вы понимаете, это гроша ломаного не стоит, все то, что вы сделали по международному праву. В том числе, значит, не согласен, что если Запад выиграет, то уже полностью он будет диктовать свои свободные ценности на весь мир. Ты думаешь, что чеченцы смогут сохранить себя в таком случае? Я не сомневаюсь в этом. Нам надо понимать, что любая держава, которая имеет возможность распространять свою идеологию, она будет это делать. И любая более слабая держава должна будет этому как-то сопротивляться. Это правило жизни. Мы от этого никуда не денемся. Это как, знаете, законы физики. Они просто действуют для всех. Неважно, кем бы ты ни был. То же самое и здесь. Поэтому, если ты спросишь для нас, что для нас лучше, какие-то западные ценности, которые для нас неприемлемы, но которые пытаются внедрить к нам не с помощью жесткой силы, а мягкой силы, допустим, сделать путем пряника. Типа, создать для нас выгодные условия, чтобы мы на это пошли. Это для нас лучше или находиться под оккупацией между собой по российской конституции, там, решать вопросы. Конечно, мы лучше будем. Мы выберем, чтобы нас пытались пряником как-то склонить к себе, а мы при этом как бы сопротивлялись бы, понимаешь? То есть у нас будет больше возможностей для этого. Мы, чтобы понимали, не надеемся, по крайней мере я, на то, что у нас вообще будет беззаботная такая жизнь. У нас ее никогда не будет. У нас всегда будут какие-то проблемы, политические процессы, какое-то влияние, давление. Это всегда будет. Но оккупации мы не хотим. Давайте мы избавимся от оккупации. Давайте мы свое государство вернем. Давайте мы будем жить по своим законам. А потом уже вести международную внешнюю политику, внутреннюю политику. Как-то пытаться маневрировать в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok